Привет, друзья! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о проблеме, которая становится все более актуальной с каждым днем – неперерабатываемом пластике и переработке отходов. Мы все знаем, что пластиковые изделия окружают нас повсюду. Но что происходит с ними после того, как мы выбросим их в мусорную корзину? В этом видео мы рассмотрим процесс переработки пластика и попытаемся разобраться, в чем же подвох. Приготовьтесь узнать много нового и, возможно, изменить свое отношение к использованию пластика. Мы расскажем, что на самом деле происходит с пластиком, который сдают на переработку. Зачем нас убеждает в необходимости сортировки мусора и важности дальнейшей переработки, если реальность не совпадает с обещаниями? Давайте будем разбираться. Пластик окружает нас везде. Мы пьем воду из пластиковых бутылок, складываем продукты в пластиковые пакеты и храним еду в пластиковых контейнерах. Почти весь товар на полках магазинов продается в пластиковых упаковках. Пластик дешевый, гибкий и прочный. Он рассчитан на длительный срок службы и при этом очень долго разлагается. Посмотрите на примерную скорость разложения некоторых видов пластика. Пакеты и кофейные стаканчики 20-30 лет. Трубочки для напитков 200 лет. Пластиковые бутылки и стаканы 450 лет. Подгузники и зубные щетки разлагаются дольше всего – 500 лет. Точную скорость разложения угадать невозможно, ведь все зависит от вида пластика и условий, в которых он находится. За один год человечество производит более 400 миллионов тонн пластика, две трети из которых являются товарами-однодневками и вскоре отправляются на свалку. Самым распространенным видом пластикового мусора являются пакеты. За минуту люди используют около миллиона пакетов. Группа ученых из США выяснила, что за период с 1950-го, когда стартовало массовое производство пластика, по 2015 год было произведено около 8-3 миллиардов тонн пластика, из которых 6,3 миллиарда превратились в мусор. 12% этого мусора было сожжено и только 9% переработано. Остальные 79% лежат на свалках, плавают в мировом океане и даже попадают в пищевую цепочку человека в виде микрочастиц. Подробнее с этим глобальным исследованием можно ознакомиться в журнале Science Advanced. Если так и дальше продолжится, то к 2050 году на Земле уже будет 12 миллиардов тонн пластиковых отходов. Идея о переработке пластика возникла 30 лет назад. В то время развитые страны впервые столкнулись с проблемой утилизации мусора. Возник логический вопрос – что делать с переполненными свалками? Тогда в Германии изобрели новую систему маркировки – зеленую точку. Таким значком были помечены упаковки, что подлежали вторичной переработке. Этот опыт переняли множество западных стран, и их жители получили указания об обязательной сортировке мусора. Бумага, металл и пластик получили шанс на вторую жизнь. План отличный, но что пошло не так? Почему сегодня мы вырабатываем больше первичного пластика, и куда девается вторичный? Пластик, что мы выбрасываем, слишком загрязненный, и с ним гораздо труднее и дороже работать, чем с первичным сырьем. Сегодня во всем мире только 2% пластиковой упаковки проходит замкнутый цикл переработки и полноценно используется повторно. Все остальное, что подается под соусом переработки, в лучшем случае превращается во вторичную продукцию низкого качества, а в худшем идет на термическую переработку. Да, пластик отлично горит, ведь его производят из нефти. Сжигание превращает 80% материала в газы, а остальные 20% в шлак. Твердые остатки можно использовать, например, в строительстве. Но что насчет газов? Какое влияние они окажут на атмосферу? Конечно же, чрезвычайно негативное. Это прекрасно понимает каждый из нас. При сжигании мусора и пластиковых отходов выделяются вредные вещества, такие как окись углерода, закись азота, твердые частицы, канцерогенные диоксины, фурраны и другие загрязнители. Эти выбросы могут вызывать рак, респираторное заболевание, нервные расстройства и врожденные дефекты. Близлежащие населенные пункты подвергаются угрозе от таких выбросов. Но как избежать таких последствий? Например, мусороперерабатывающий завод E-Major Resource Center, что расположен в столице Дании, Копенгагене, оснащен системами очистки, которые полностью исключают из воздуха продукты горения. Но есть и другая сторона медали. Эти фильтры не способны бороться с большими объемами углекислого газа, которые выбрасывают такие заводы. Как ни крути, пластиковые отходы – это проблема, от которой необходимо избавиться. На протяжении 20 лет западные страны не переживали об этом. Они вывозили миллионы тонн пластикового мусора в Китай. Китайцы получали хорошую оплату и не задавали лишних вопросов. Но после 2018 года все изменилось. Китай еле сумел справиться со своими отходами, поэтому власти страны запретили ввоз пластикового вторсырья. Тогда США и Европе пришлось искать новые способы решения проблемы. А они, к сожалению, не всегда были законными. Действительно, зачем тратить огромные суммы на переработку, если можно дешево и сердито отправить отходы контрабандой. Например, в Турцию. Нужно всего лишь прикрыть смешанный пластик слоем разрешенного к ввозу пластика вида ПЭНД, и турецкие таможенники вас пропустят. Также мусор стали отправлять в Индонезию, Малайзию, Вьетнам и на Филиппины. Но со временем эти государства также ввели ограничения на импорт. Следующей страной, куда стали свозить пластиковое вторсырье, стала Болгария, самая бедная и коррумпированная страна Евросоюза. Там, в 20 километрах от столицы Болгарии, Софии, лежат горы мусора, которые в лучшем случае станут топливом для цементного завода. Да, во все эти страны отправляли пластик, подлежащий переработке. Но он либо оказывался на нелегальных свалках, либо незаконно сжигался. Так что же получается? Люди платят деньги за переработку, но на самом деле ничего не происходит. Выходит, что так. По сути, компании-производители занимаются гринвошингом, когда убеждают покупателей в том, что их непригодная к переработке упаковка перерабатывается. Это подтверждается и в отчете экологической некоммерческой организации Change Markets Foundations, где указано, что заявления крупных товарных брендов, в частности, Coca-Cola и Unilever. Про экологичность пластиковой упаковки вводят потребителей в заблуждение. Вместо того, чтобы отказаться от такой тары, они ищут партнеров, которые помогают им скрывать правду. В наше время поставить зеленую маркировку подлежит переработке недостаточно. Нужно, чтобы люди видели реальные цифры сбора и вторичного использования пластика и смогли сравнить их с общим объемом производства. А для самих компаний это бы стало стимулом не оставлять пустых убеждений на упаковках. Слышали ли вы когда-то название TerraCycle? Это американская компания по переработке органических отходов. Она является партнером таких мировых гигантов, как Nestlé, Procter & Gamble, Gillette, L'Oreal, Henkel, Schwarzkopf и многих других. Эти производители могут наносить логотип TerraCycle на все свои упаковки, но на переработку отправляют лишь некоторые из них. Почему же так происходит? Дело в том, что компании оплатили переработку лишь малой части отходов, а платить за все свои упаковки им невыгодно. Такой трюк позволяет им усидеть одновременно на двух стульях, ведь реальные цифры они никому не показывают. И у нас возник логический вопрос. Почему никто не несет ответственности за столь крупный обман? В 2022 году команда BBC исследовала британскую программу утилизации TerraCycle и обнаружила, что тюки с упаковками, помеченные знаком TerraCycle, предназначенные для переработки в Великобритании, были отправлены в Болгарию в качестве топлива для цементного завода. Позже представители компании объяснили, что это был единичный случай, когда пластиковые отходы по ошибке отправили не по адресу. Их обещали вернуть в Британию и переработать. Надеемся, TerraCycle сдержали свое слово. Если самые развитые страны мира не могут решить проблему переизбытка пластика, то что тогда происходит в более бедных регионах планеты? Естественно, там ситуация еще хуже. Например, в Индонезии нет системы сортировки и утилизации отходов. Огромные горы пластиковых упаковок пытаются хоть немного убрать местные волонтеры, но одних их усилий слишком мало. А в Индии сортировкой мусора занимается специальная каста людей, которые отбирают пластик по свалкам и сдают перекупщикам. Но все это капля в море. С каждым годом объемы производства пластика увеличиваются, переработка сокращается, а большинство отходов не подлежат переработке. В 2019 году ведущими мировыми компаниями, чья деятельность связана с производством полимеров и нефтехимии, был создан Международный альянс по устранению пластиковых отходов. Число учредителей вошли БАСФ, Хеврон Филлипс Хемикл, Эксон Мобил, Доу Хемикл, Митсубиши Хемикл Холдингс, Продактор, Проктор энд Гэмбл и Шелл. Благодаря выгодному сотрудничеству, инновационным технологиям и внушительным инвестициям, альянс обещал на основе все той же переработки создать замкнутый цикл жизни пластиковых отходов. Альянс обязался к 2024 году инвестировать полтора миллиарда долларов на сокращение пластикового загрязнения. Но амбициозные обещания оказались далеки от реальности. Вместо того, чтобы увеличивать объемы переработки, компания-члены альянса прогнозирует увеличение объемов производства первичного пластика. Попытка включить пластик в экономику замкнутого цикла провалилась. Зачем же давать пустые обещания? Ответ простой. Деньги. На производстве одноразовой упаковки производители зарабатывают огромные суммы, а перерабатывать пластик им финансово невыгодно. Кроме того, большая часть пластиковой упаковки просто не подлежит переработке. Если у вас сложилось впечатление, что весь пластик не перерабатывается, то это не так. В этом видео речь шла о неликвидных пластиках, дойпак и полипропиленовых пакетах. Это, к примеру, упаковки от чипсов, кормов для животных, хлеба и другие. Сортировать такой мусор, как бутылки из подгазированных напитков и уходовой косметики, крайне важно, ведь они активно перерабатываются. И в магазинах стран Европы можно найти упаковки или садовые горшки из переработанного пластика. Но добыча нефти, а соответственно и сопутствующего продукта нефтяного газа, из которого производят пластик, не прекратится. Превратить газ в ресурс, то есть в пластиковые гранулы, стоит копейки, а их продажа приносит миллиарды прибыли. Поэтому надеяться на то, что пластик не будут производить, наивная иллюзия. А что можем сделать мы, обычные потребители, продолжать жить как прежде или изменить свои привычки и выйти из зоны комфорта? Если мы хотим спасти планету, то мы должны выбрать только второй вариант. Каждый человек должен стать настолько осознанным, что максимально сократить использование неперерабатываемого пластика и не создавать мусора, который за пару секунд окажется на свалке и будет разлагаться сотню лет. Вы согласны с этим? Делитесь с нами в комментариях, что вы думаете по поводу переработки отходов.